Продолжение следует... 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 Спасибо. 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 Ich habe mich noch mal gesagt, dass ich mich noch mal auf die Sprache ist. Ich habe mich noch mal auf die Sprache ist immer auch die Antwort auf eine bestimmte Umgebung. Wir, die gegen Sprachen Sybilien sind geprägt von der grandiosen Anpassungsleistung, die die Völker in dieser schwierigen Umgebung erbringen muss. Diese Völker haben von der Natur gelernt, was ihnen für das überleben unter diesen schwierigen Bedingungen wichtig war. Und keiner kennt die Natur besser als Sie. Denn ihre Sprache spiegelt sich eine Jahrtausende alte Entfahrung, die ein Verständnis dieser Welt, das sonst keiner hat. Schon aus Eigennutz sollte deshalb der Rest der Welt alles daran setzen, in die Gegensprachen zu erhalten. Denn nirgendwo wirkt sich etwa der Klimawandel dramatischer aus, als hier in hohen Dorten, wo die Getscher schmelzen und der Dama fast hohen auftaucht. Die Wissenschaftler nehmen ihre Daten auf. Ja, aber können sie ohne eigene Anschauung wahrnehmen, wo in der Natur sich die Dinge verändern? Womöglich kleine Änderungen mit großen Auswirkungen, die hier neben den Eligen Völkern können es. Sie sehen genau die Zeichen des Wandels und können sie auch zeigen. Wir wollen sie nicht. Wir haben die ZD-Wölkern, in der Zeit, in der Welt, wo die Getscher schmutz sind. Wir wollen das Ganze machen, um die ZD-Wölkern durch die ZD-Wölkern, die der ZD-Wölkern, die in der Welt. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Спасибо большое! Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Известно, что только снаряжение, утварь и ритуалы, обряды, связанные с одним северным животным, оленем, составляют почти треть существующего слованного запаса календаря города Севера, который занимается оленеводством. Утеря этой культуры, утеря культуры оленеводства, утеря традиции оленеводства, утеря вот этого вида хозяйственной, традиционной хозяйственной деятельности, оно непосредственно отражается и в утере языка и народа. У якутов такая же ситуация. Ситуация со скотоводством, с коневодством. Очень много уже в якутском языке авторизма, который современное поколение уже забыло и не знает. То, что было связано с ритуалами, убранством, культом, коня, крупного раканса среди нашего народа. Я думаю, что это явление, оно, это для всех народов, независимо от их численности и детства проживания. Именно вот это, я думаю, сближает и дает такой мощи между тем, что сегодняшняя конференция обсуждает по языкам, по факторам устойчивого развития артии. Это основной фактор, все-таки, это материальное начало, это материальная культура, это традиционные отрасли, это традиционная сфера жизнедеятельности. Соправнение вот этого класса, вот этой стороны жизни, корректно-получительного народа в Северо-Таиле и других народов Арктики, оно является базовым для того, чтобы мы смогли говорить по той или иной степени соправностей языка этого народа. В нашей республике был предпринят в роли имени Северо-Таиле. В настоящее время издали два тома. Я бы хотел вот эти книги подарить мне, которым вашим гостям, лучше всего Андрей Николаевич, вам. Вы пока сидите, хорошо? Андрей Николаевич, вам. Потому что первый том вот этого ассистивного каталога, он посвящен материалам, обнаруженным нашими исследованиями в музее современных штатов Америки. Это американский музей естественной истории и музей Северо-Таиле в Вашингтоне. Там мы обнаружили порядка 1600 музейных экспонатов народов Якутий, 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 Весов, Америков, Бибагиров и среди их свозных околов. И практически мы данную работу завершаем. Там остался один музей Ивани в Вашингтоне. Вот. Чтобы было не тяжело нести, я хотел бы вам подарить вот такой коррекционный вариант первого и второго. Спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ У нас получился достаточно солидный дом. Здесь порядка 1900 музейных экспонатов, которые хранятся в этих музеях. И это составило правый дом нашего системного каталога. По Германии у нас осталось еще минимум 4 музея. Это музей Минкене, музей Времени и музей Штудерки. С ними мы уйдем сейчас в переговоры, договоренности. И наша экспедиция готова туда уехать. И когда мы начинали эту работу, люди в Германии встречались с нами и в посольстве. И эта работа имеет подряд специфических моментов, договоренности с музеями и так далее. Господин Буланович, я хотел вам подарить электронный вариант первого и второго домов вот этой нашего каталога. И надеяться на дальнейшее сотрудничество и помощь в поддержку работе наших исследователей в музеях Германии. Спасибо. Мы, Наталья Минкене, вам как организаторов этой очень полезной конференции, я вот так вот я поставлю вас. Спасибо. Разговаривать всегда хорошо, чем разговаривать, советоваться всегда лучше, чем не советоваться. И сообщать, делать это всегда лучше, чем делать это вообще. Спасибо. 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 Продолжение следует... 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 Причем в контактной зоне, но тем не менее и в отношении Восточной Сибири у меня появились какие-то интересные материалы, о которых можно немного поговорить. В Перу я столкнулся с элекцией Тенокорского происхождения в Восточной Сибири, когда увидел Мишка Чихачева о русском русском, о русских оборах. Там было очень много единиц преподавательского происхождения, и мне показалось как-то странным, каким образом все это могло произойти. И вот я занялся исследованиями такого рода миграция этих схем, и результаты я попытаюсь осветить в своем докладе. Но когда речь идет о исследовании единиц в миграции, то в первую очередь нужно попытаться исследовать эти единицы на обратной территории. Ну вот Александр Ильич Маков, известный финопровед, историк, математик, вот он впервые предложил такого рода финопровские единицы в русских оборах рассматривать как субстрат. Ну что такое субстрат? Это не просто результат контактов, это результат ядерных контактов, часто ведущий к переходу носителей одного языка на другой. И вот эти реликты, они, так сказать, представляют собой тот слой лексики, который остается как реликты уже в языке, на который перешла та или иная языковая обществ. Причем, в отношении носителей беталтийско-финских языков и диаметтов, то у нас есть свидетельства о том, как, скажем, эта деревня была людиковская, людиковская, это один логические русские. Но, несомненно, то, что они в прошлом году, вот Александр Ильич Маков, его фото, ну, в Западной России ведет финский ученый Яла Кайма, вот его фотография, его магистрская диссертанция о приматистском финском происхождении. Ну и, когда мы говорим о финноморском субстрате, то это такое, но не буду зачитывать все, что написано на слайде с целью экономии времени. Могу сказать, что можно и следует отвечать на вопросы, которые поставил еще Вольган Фенкер в своих трудах по изучению финногорского субстрата. Если происходят контакты, то нужно, значит, ответить на следующие вопросы. Где эти контакты происходили, как долго они происходили, кто с кем контактировал и какие результаты такого рода контактов. Ну, естественно, когда речь идет об изучении такого рода вещей, то нужно иметь в виду не только, собственно, лингвистические данные, но и весь комплекс сведений, которые могут быть интересными. Это и археологические, это и графические, и исторические, и другие сведения. С тем, чтобы можно было более-менее верифицированно отвечать на вопросы, которые стоят перед исследователем. Ну, я не буду, опять же, так сказать, говорить о многих вещах, которые на слайде. Следует только сказать, что если речь идет об исследовании контактной зоны на автохронной территории, то крайне важен алиам, именно он дает возможность детальной верификации тех или иных сведений по происхождению слова. Ну, вот я отразил часть исследований вот этой книжки, часть была отражена в моих адласах, которые представлены на слайдах. И вот я приведу в качестве примера одну из карт, которые представлены в автохронии. Приспособление для... ну, действительно, на самом деле не буду засчитывать. Могу только... Могу только показать дифференцированные аликсемы, которые представляют собой... в корпус легенды на карте. Это будут и единицы лепского происхождения, это будут и единицы корейского происхождения, это будут и единицы, которые как бы существовали в языке, но не были зафиксированы, а сохранились только в русских корах. И они вполне восстанавливаются по данным прибалтийско-финских языков, ну и исторически возможно, что, поскольку это на лепской территории лептической, то можно восстановить его зазвездочко лепское слово «няр». Ну и есть такое слово «общеприбалтийско-финское». Ну, большой вклад в делание изучения технологии на неэстонной территории, вообще Сибири, влез Александр Ильич Анингин, у которого имеется значительный объем трудов. Ну вот, его эти мои цифровые русские теоретки в Сибири. Теперь у нас имеется возможность верифицировать абсолютно все данные, поскольку все можно в электронной виде представить, и все точно подсчитать. Сколько у него единиц такого происхождения, такого. Ну вот, например, в нем в этом словаре около трех тысяч семисот словарных статей. Часть действительно выводится впервые в сферах технологических исследований. Но и, вот смотрите, так сказать, мы можем посчитать, сколько, так сказать, ссылок на те или иные языки. Ну, речь не все равно новые слова. Например, слова региональной лексики «Крайнего Северо-Востока России» в Магадане, но словарь был издан уже после его кончения. Совершенно замечательный труд, который следует весьма глубоко изучать. Ну и, так сказать, один из самых важных источников на сегодняшнее время это словарь русских народных говоров. Вышел 51-й дом уже, он выходит с 65-го года, и в нем представлена вся совокупность русских диабетных данных. Ну, поскольку уже, так сказать, я много сказал по поводу вещей, которые связаны с верификацией научных герсий, но, так сказать, герс следует поговорить и о некоторых практических результатах. Ну, когда мы говорим о лексике финаковского происхождения на территории Восточной Сибири, то практически все эти единицы переселены в Восточной Сибири с русскими герационными потомками. Причем, такого рода вещи, они имеют место и на других территориях. Например, когда в говорах коми-языка находят единицы, скажем, корейско-мирского происхождения, то сразу встает вопрос о контактной зоне. Ну, как таковой в настоящее время этой контактной зоны нет. И когда мы начинаем изучать всю совокупность данных коми-языка с привлечением русских ковров, то оказывается, 90% единиц, которые считаются заимствованы из коми-языка присутствуют русских ковров. И исходя из этого, можно сделать вывод, что в данном случае русские ковры могли служить передачечным механизмом из прибалтийско-хинского континуума в Перск. Ну и, так сказать, обращусь теперь к непосредственному материалу. Не буду заострять внимание на детальном его анализе. Могу только сказать, что такого рода единицы, которые в истоке являются единицей обреганной скафинского происхождения, зафиксированы десятки на территории Восточной Сибири. Ну вот одно из них Лайта, Задюбное озеро, прибрежная мель, обнаженная длина, ну и так далее. Не буду детально зачитывать то, что изображено на свадьбе. Но видите, так сказать, какая обширная территория распространения. Ну вот Иолокальма впервые выделяет значение среди на озеро и соотносит с вершими данными Лайта. Ну и Александр Ильич Матвеев отмечает форму Лайта, но эта плосовка, она вполне естественна на автотонной территории Володовских городов. Очень часто в первом услуге Апо-на-Долине переходит в ход такого рода примеров немало. Ну, таким образом при фиксации на обширной сибирской территории несомненно истоки этого слова в прибалтийско-финском языковом континенте. Бывают очень интересные случаи, когда речь идет лексима, которые входят в общенародный язык из диалектного континуума. И да, ну вот, например, слово «деньги» меховые галоши, надеваемые часовыми арестантами, сверхсоток, и модней, ну, зафиксированы на территории Сибири еще в конце XIX века. Ну, есть и уральская данная. Ну, в темиологической литературе несомненно связь с прибалтийско-финскими источниками, тут все это на слайде хорошо видно. Но, что интересно, что в русском языке слово в XVIII веке было представлено весьма шикарко, потому что оно входило на тот момент в общенародный лексикон. И было представлено в академических словарях русского языка. И широко было отражено в литературе. И вот слово вроде бы привалтийско-финского происхождения, но мы видим в фиксации и в более поздних источках это большой академический словарь русского языка масса источников, где это слово фигурирует, причем источников фидеатурных веки, вяземские, сологубы, прочие авторы высокого уровня. Но что интересно, что это слово попадает в восточно-славянский языке и украинский, и белорусский. Ну и мы видим, что вот такого рода деграционные пути, они уже не связаны с первыми контактами, они распространяются через другие источники, в том числе и литературные. Но мы видим в этом объеке не в академической русской лексикографии. Ну и в заключение хочется все-таки резюмировать и сделать какие-то выгодят. Ну не буду засчитывать слайд, на нем более-менее все ясно. Хочу только сказать, что когда эти исследования крайне важны три фактора, три вещи, которые обязательно исследуют исследователи. Это форма слова, его семантика и ареат. Когда у нас есть форма слова, которая соответствует с какими-то языками, это мы должны сказать виски, имеется связь. Дальше когда семантик форма слова может меняться до семантика обычно остается неизменной или меняется крайне сложно и редко, ну и ареал свидетельствует в первую очередь о местах где происходящий контакт с прошлым. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Спасибо. Продолжение следует... Уважаемые коллеги, для меня честь выступать на преданное заседание. И я представляю здесь новую лабораторию, открытую в этом году в Инстудии языка «Российская академия наук» в Москве, лаборатория это называется «Лаборатория исследования и сохранения молодых языков». Это вот открыто решение, правда? и ровно тем, что обозначили ее название вы справились в нем. Но сейчас я буду говорить не о будущих планах, а о том, что делали. Вот. Ну вот эта вот карта соответственно языков России все удержали Вот это то, что было в 17-м веке, когда в 13-м веке сказали, что изменение происходило. Ну, это то, что, собственно, у нас мало людей языками случается. А можно мне отразить? Пожалуйста, я бы хотела убедиться на слайды. Можно мне микрофон, чтобы я встала сюда и читала? Что у нас слайдер? Микрофон. А вы, может быть, сядьте вот сюда, и будете вот так проводить, если вопрос. Да, сюда вот. Здесь вот подобойте. Хорошо, потому что оттуда нет, не видать. Мне все-таки надо ориентироваться, как у меня говорили, это совпадало со слайдерами. Вот. Ну, это про то, что у нас происходит с малыми языками, с тем, что называется. Значит, эти языки, которые были влачистом, которые в России. Ну, прежде всего, у нас здесь довольно печальная ситуация. Вот языки России, которые сегодня стоят на грани исчезновения. Посмотрите, это количество носителей языков. Вот Иркутский переноситель, один из них выучивший язык, он сам носитель Иркутского, Иркутского, и выучил еще настоящий Иркутский на слой для своих. Ну, не стоит говорить, что все оставшиеся носители любят пожилые. Ну, довольно такая печальная картина. И еще один список – это ушедшая от нас за последние 50 лет языки. То, что в нашей стране происходит. Ну, это коммуникативные ситуации, в которых сегодня могут использоваться в малые языки северно-зарного востока. И посмотрите, пожалуйста, у нас здесь есть традиционное – это общение в семье с членами этого локальной группы общения. И дальше, ну, не очень многие ситуации – это уроки родного языка, и для детей – это уроки родного языка. За пределами класса… Никогда не вижу… Родной язык не выходит для детей. Ну, радиоутелевидение, писательская деятельность, переводческая деятельность, потому что на малые языки сейчас северо-зарного востока переводится в разную литературу. Это отдельный вопрос. И вот новая коммуникативная ситуация возникла – это работа с лингвистами. И реальность такова, что для многих носителей вот таких языков, которые на выходе, – это единственная коммуникативная ситуация. Живет человек в поселке, и на сотни километров вокруг нет носителей, и будет, по-моему, не с ним говорить. Приезжают английцы, и хоть поговорим с вами, с вами, с вами, с вами. Вот. Секретная коммуникация – это сохранение и передача традиций. О, мои. Традиции, истории. Вот. Пусть слово моё дальше пойдёт. Это цитаты из одной замечательной, на непокойной носительности от языка. Ну, предпринимание того, что может стать, собственно, спусковым механизмом для начала процесса языкового сдвига, то есть перехода с языка этнического на какой-то более престижный язык. И что может ускорить этот процесс? Сейчас у нас процесс явно ускоряется. И, с другой стороны, что можно противопоставить этому процессу, что можно сделать, чтобы этот процесс замедлить? Полезно рассмотреть специфику развития процесса, с разных инновокальных грузов, на территории соответствующих регионов, на протяжении значительного ответа времени. Ну, информация о современной ситуации, по нему, естественно, работают в дипломинге. Вот у нас есть собственная база, которая набрана за последние сколько-то лет, 25 дальше от Версилка. Вот работали мы в 55 населенных пунктах Сибири и Дальнего Востока, и там собрана информация о функционировании языков и, собственно, и сама лингвистическая информация по адскому, по ленинскому, по алганскому языкам, потому что, когда мы работали в инновационных пунктах, мы стараемся брать материалы не только языка, в которые мы едем и знали в современной ситуации, какие источники, есть информации о функционировании немалых языков с первой половины прошлого века. Ну, прежде всего, это какие-то публикации, статистические данные публиковались, в том числе переписи населения, работы лингвистов, или нобороков, или социологов, или экономистов, это 20-е годы прошлого века. Описание региона, сделанное непрофессионалами, тоже могут содержать информацию о языке. Надо сказать, что во всех этих профессиональных про язык говорится много, но что-то есть, по крупицам это извлекается. естественно, архивные данные и исследователи языка, и может, по контракону. Взгляды с сегодняшнего дня – это работы ретроспективные, опять же, по документам тех лет. И это современные полевые материалы, которые тоже могут рассказать нам о прошлом, это семейная история, интервью, можно спрашивать о предках, какие языки использовали Сибири. И вот сейчас несколько примеров. Вот документы эпохи. У нас есть публикация «Регион» – это «Вокировье речи Тольки». И вот документ о начальнице ассимиляции с сельгубами баховских камп. Вот пишет, собственно, он, скорее, экономист, прежде всего, столовый послание его в регион, чтобы определить, где граница между кулаками и селедниками в этом регионе. Но вот спасибо ему за шкатур на этот день. И вот рассказывается, как пришла группа хантов, поселилась на речку Тольку, поселились они среди сельгубов, на речке и на Лозальтон, и дальше, что там стало происходить. Вот в настоящее время, это 29-й год экспедиция, а публикация тридцатый год. И вот он пишет, что в этих семьях между собой они обычно объясняются на местном языке. Если внутри чума еще говорят андрейские, то между собой уже за пределами чума по-сельковски, а молодежь и андрейская, и между собой тоже говорят по-сельковски. Это начало этого любимого. Сегодня мы можем констатировать окончание языкового стрига, потому что еще в двухтысячном дорогах, это как-то, там можно увидеть только в Уновской, вот, если не знаю, есть какие-то стрелочки, еще что-то это показать, не умею показать. Но вот где полосочки, контакты хантов и селопов, вот там этот процесс происходил. В двухтысячном году в поселке еще было несколько выжимых людей, которые основные языки были в Сельковске и говорили, а он не может по-манзейски, все, конечно, говорили в Англии. А вот уже в 2013 году там остался один носитель послава владеющих андрейским языком. Он жил у бабушки, поэтому перед ним язык. Вот это завершение процесса языкового стрига. Обратите внимание, что переход не обязательно может быть на русский язык, хотя сейчас уже последние лет 20 чаще всего языковой стрига русского языка идет и массово. Но вот еще лет 50 назад попали и другие случаи. Вот это представители группы хантов, которые пришли на Сельковске, может, что там здесь на Сельковске семьи. Вот еще один пример, где в год и речь Китанс, это не очень на этот год, значит, то это Туровский район и Малдинского окна, а здесь, как на Сельковский район и Малдинского окна, и все тут же столом. Вот он нам пишет о том, как живут и венки, пришедшие тоже на Сельковскую территорию, в этот год, когда запрещались в юг, это сынские венки были, потом к ним присвятялись венки еще из-за Енисея. И вот у них там много внутри, значит, межнациональных браков, живут они вполне мирно друг с другом. И вот что делается с овенкистем языком. Он в некоторых случаях не сохраняется, но во внешнем общении все по Сельковске. И на сегодняшний день в поселке Рактон, где живут потомки вот этих венков, все перешли на Сельковский, ну и, конечно, на русский, теперь переходят в следующий процесс. Но что интересно, у выходцев из таких смешанных венкистых сельковских семей Сельковский держится дольше и лучше, по поведению, средней, или по молодежи, чем чисто Сельковский в семьях. Это тоже хозяйки на заметку про пользу многоязычия. Вот какая-то особая подходит к языку. Вот, ну это в тот же регион Рактон, это по сразу, можете посмотреть в зубы. Вот, еще это тоже те самые люди, которые в районе живут замечательно. Еще один пример, это озеро Гулбуйское, поселок Матурка. И там был, значит, как снаряд, например, в тех краях чуть севернее фиксируется карасинский диалект Сельковского языка. Вот краски переписных дневников, перепись приполярная. К примеру, вот это, ну там, в Нуйское озеро, там карта была, а это вот сами люди, которые живут в Матурке, у которых живут русские вареньки. Вот, еще один пример перехода на якутский язык, но за пределами Якутии. Это Кудайкинский район Рфульской области, и у нас есть публикация с 20, кажется, 9-го года, вот, из интернета взятая, статья, по-другому там про грудь точно не написана, не выяснена. Вот там описываются по материалу приполярной переписи, вот, составы венков, в частности, больше всего венков на реке Хамамхо, раньше поселок там был Хамамхо, теперь он перевоз называется, и вот через, значит, это у нас были 20-е, это 26-27-й год переписи, а мы там были в 18-м году, значит, через 90-е практически лет. Вот это место, можно посмотреть, там поселок, вот Кудайкинский район и поселок Перевоз, недалеко от границы Якутии, не могу на эту стрелочку показать, вот, и это вылазцы из Перевоза там полностью перешли сегодня все жители на якутский язык, и якутийский язык у них как воспоминания остается, если в 20-е годы было много великого якутско-якутийских, но уже тогда часть северков называли якутийским ранним, то сегодня там великое, естественно, русско, якутийский, якутийско-русские, но вот у пожилых людей есть воспоминания о якутийском языке, и они помнят отдельные слова и свое детство, когда они при Перевозке говорили. Вот, и еще одно, значит, один реки Вод, еще один пример, я переведу, из-за того, что это тоже ближе к нам время, это 70-е годы, и это из статьи Тугарукова. Он был в Верховне Хлебны, это Качевский район, вершина туктуры села, и вот он пишет, что все, значит, при этом жители, как все представители Качевских веков, говорят по-эменкиски. А дальше у него есть примечания, это не в общем тексте, это в сноске. И вот в этой сноске написано, что все сказано и относятся только к взрослым. Что касается детей, то они понимают, когда говорят по-эменкиски, но отвечают обычно по-русски. И вот это, например, начало языкового сдвига, еще понимают дети. Сейчас там младшим носителем вершины туктуры, вот, вершина туктуры, это Качевский район, можно посмотреть здесь, и там младшим носителем за 55-58 лет. То есть был самый младший носитель языка, но он не так, чтобы он врождал тексты, а в Мексике был большой запас, а те, кто говорят, врождает тексты, тем уже где-то по 70, за 70, за какой-то, за 80. Поколение этих людей, тем, кому, значит, под 60, а сверху старшее поколение, это Качевские и Ленки. Ну, и именение толкуется как прогресс, но, тем не менее, там много фактической информации, его анализ, в том числе и языковых процессов, хотя это до меньшинства в книге. Но есть, начиная с десятых годов, с 1910-х, но вот он пишет, что происходят, какие процессы идут на момент начала 50-х годов, потому что книга вышла в 55-х годов, а, значит, к печати она сдавна была в 51-м году. Вот что, значит, он пишет про исчезновения и языка, и, значит, про отдельные группы, если не обращать внимания на специфические языки эпохи, какую-то информацию он нам дает. И главное, он дает некоторую классификацию коренных языков, коренных малочестных народов под перспективы, да, он определяет пути дальнейшего развития. И сделает он все языки нашей группы, но вот первая группа – это наиболее сильные языки, они остаются и до сих пор наиболее сильными. Это те языки, которые в некоторых, не везде и повсюду, но в некоторых локальных группах еще передаются от родителей к детям. Вторая группа – это языки, ну, как он это все называет, неважно. Вторая группа – это языки, где в некоторых из них тоже еще немножко сохранилась передача, но там уже на сегодняшний день очень неравномерная ситуация в этой группе. И третья группа – тоже его прогноз так странненько выглядит, но наиболее уязвимые языки, где процесс языкового сдвига уже в те времена, в начале 50-х годов, в 1900, был наблюдаем. Ну, вот так оно и есть, хотя, слава богу, языки держат место дольше, чем прогнозы, да, говорят, в воздухе там. Ну, и можно еще и длить информацию, да, в подиографии. Это вот отзывы о пожилых людей, примерно, рубежа тысячелетий, о том, как с ними говорили детства. И мы видим, что уже вы в детстве с ними советовали, значит, говорить в основном по-русски. Ну, родители с ними говорили по-русски, с кем они говорили на другом языке. Вот, тоже какие-то отзывы, как там один визит пропадал, по восприниманию людей. Вот человек, у которого отец Кетва Сильбукова, вот он прекрасно знает Сильбукский, совсем не знает детского мужа, который с ним, к сожалению, знает, кто живорусский. Вот, используя его литературу, а это замечательная татьяна законодательского ИДК, на котором мы не поручили портретом. Я хочу закончить. Итак, вам спасибо. Спасибо большое. Сейчас буду пригласить в микрофон у следующего докладчика. Директор Афганистана Центра Афганистана Северной Айлосы, в Геннадии, Андрей Николаевич, с вами был в господин. Спасибо большое. Поэтому я скажу несколько слов по теме, в другой части, в которой очень тема нашей сегодняшней встречи, это устойчивое развитие. Ну и мой соавтор, точнее, да, который работает в моем центре, на самом деле все, что здесь неправильно переверено. А, так, значит, где у нас? Итак, языки для того, как терапию устойчивого района. Прежде всего, так, два слайда общего, общего воздуха. Да, во-первых, языки для одного севера очень разнообразно. Как мы все знаем, 89 языков севера, примерно 1% языкового разнообразия планеты, многочисленные языковые семьи и так далее. То есть мы являемся важной частью, естественно, ввода языков коренных народов, потому что большое разнообразие в акции, конечно же, представлено. Конечно, большинство языков народов севера находится на территории Алясии. 19, сколько я помню, и в мире, российские федерации. Чтобы, так сказать, установить картинку, кем она будет сегодня, мы знаем, и вы просто сказали много раз, что языки коренных того, в Арктике, там есть разные, скажем так, стадии, стадии своего существования, да, и во многих территориях, и в Российской Федерации, за рубежом, вот если просто Татьяна привела некоторые примеры динамики владения языками в Канаде и Соединённых Штатах, в Соединённых Штатах, да, в частности на Аляске, да, то есть есть тенденция к снижению уровня использования языка, как в семье, так и в общественном знании, несмотря на увеличение численности населения в Соединённых Сородных. То есть проблема есть в самых разных контентах, в самых разных странах, и в самых разных условиях, да, как мы уже сегодня слышали. Но, естественно, естественно, что язык — это один из ключевых моментов, которые позволяют нам, что ли, получить то, что, с одной стороны, а с другой стороны, иметь возможность подпричеркнуть знания горяных народов, да, знания о содержащих языках, они, безусловно, безусловно несут важнейшую функцию как источник знаний. И в этом смысле язык как таковой сам по себе важен, но важен ещё как источник знаний горяных народов. То есть для устоячивого развития оба эти элементы крайне важны. И в этом мы должны, в этом, конечно, должны помнить. Я начну, прежде всего, напомним, о том, что такое стоячивое развитие. Ну, тут в «Подмысле» написано. Прежде всего, мы все помним, что сама концепция происходит, можно говорить, достаточно долгое происходящее, длительное, но в том виде, в котором мы сейчас её обычно употребляем, да, она относится к докладу «Брухланд» 1907 года, в котором говорится о том, что это развитие, которое позволяет нам сейчас наши решать отсутствующие проблемы, но не забирает ничего от будущих поколений. Такая вот поколенная, кстати говоря, концепция, которую часто забываем, на самом деле, когда мы сейчас изучаем устойчивое, и вообще его используем, да, вызываем, что это очень много поколенная концепция. Но в Арктике, в Арктике, конечно же, немножко как акцент могут быть священы. Вот здесь предлагается вам, там на русском языке есть тоже её статус, это наш проект «Актив Рост», которым я руковожу. Вот мы сгадаем решить в таком более, не как зааптичном понимании устойчивого развития, это развитие, которое способствует улучшению здоровья, благополучия, безопасности народа, жителей активов, при условии сохранения структур, функционирования и ресурсов экосистемы. То есть фокус, на самом деле, должен быть на именно социальных, процессы на благосостояние народа и населения, а не обязательно только на какие-то природные элементы, которые часто по разным причинам у нас доминируют. В нашем представлении о том, что происходит в Арктике, особенно в южных районах наших коллег, они думают немножко иначе, они как-то наиболее насущные вопросы мы решаем. Но, конечно, конечно, несмотря на то, что происхождение, концептус, врачей в Арктике связан с вот этим докладом Гурманда, еще, конечно же, мурманской речи Михаила Сергеевича Горбачева, которая на самом деле, что ли, позволила нам говорить об Арктике как едином пространстве, в том числе научном, но и пространстве изменяющегося, которое мы изучаем, и создание Арктического Совета в 1906 году и его устойчивую группу в устойчивом развитии. Внутри Арктического Совета, ну, а также и в целом, в целом науке, конечно, сложилось представление о том, что устойчивое развитие в каком-то смысле такая западная концепция, да, и в этом, в этом контексте я хочу напомнить всем, что мы должны работать с вами как арктические исследователи и как представители коренных сообществ для того, чтобы деколонизировать это представление. Потому что, если мы этого не сделаем, вот там есть банкуйские цитаты, от одного из респондентов, с которым мне пришлось когда-то нарях разговаривать, что сначала они пришли сюда нас патронизировать, а теперь они нас делают устойчивыми. То есть, если мы приходим в такой концепции без, скажем так, учета и знаний, и вообще без учета того, что происходит в регионах и на месте, мы, конечно, ее сделаем еще одной просто волной колонизации. А если таковая будет, то это, конечно, противоречит самому принципу, принципу устойчивого развития. Ну, в фактическом совете и сейчас очень распространено в разных других контекстах есть понимание того, что представление о высочем развитии не едино, есть многие варианты его, и включая те, которые, конечно, передные народы имеют в своей культуре, которые разработаны тысячелетиями существования в Арктике. Ну, как же, значит, давайте к языку сейчас немножко. Я пытался его вставить в существующий концепт устойчивого развития. Но язык, естественно, часть культурной детальности, то есть культурного элемента устойчивого развития. Вот здесь там четыре основные колонии, здесь одна из них такая, как культурное развитие, она является непосредственно одной четырех главнейших основ устойчивости. Да, если мы посмотрим вот там вот справа так называемое колесо устойчивого, там самые разные элементы есть, но и культура, и язык, они, как вы и халки, они являются одним из основных центральных элементов устойчивого развития. То есть язык, это компонент, компонент устойчивого развития, как таковая. С другой стороны, это индикатор устойчивости. То есть, вам, наверное, многим известен Arctic Social Indicators в районе социального индикатора в Акции и Арктического Совета. И там язык, на самом деле, это единственный индикатор, который используется дважды для описания благосостояния и благополучия сообществ арктических. Он используется как прямой, и как культурную жизнеспособность, да, culture, vitality. То есть, он как вот, прямо, да, то есть владение и сохранение языка. А с другой стороны, и у меня как бы не менее важен, он используется как индикатор способности сообществ самостоятельно выделять свое будущее. Так называемый fake control, да, через создание и поддержание своеобразной системы, знаний. Потому что без этого, да, возможность контролировать будущее, он может принимать решения, которые соответствуют культуре, которые соответствуют интересам, вместо сообщества, она улучшается. Потому что просто те потоки знаний, потоки информации, они, ну, то есть, используют другой язык, скажем, язык колониальный, да, и, соответственно, то, что они могут создать, те концепты, те подходы, они, в общем-то, вынуждены становиться как раз частью вот этого доминирующего дискурса, да, и поэтому теряется возможность, собственно говоря, проводить свое, какое-то, какие-то свои интересы. Также это тоже очень важно. То есть, значит, ну, по ним, синдикатору, устойчивости, ну, и, конечно, важный фактор устойчивости, да, как языки, как, естественно, хранители фундаментальных и прикладных знаний, которые, вот, являются частью комплексной экологии человека населения, да, то есть, я еще раз предъявлю, фундаментальных и прикладных, и оба их, но это очень важно для нас, как ученых, даже все это очень хорошо помнить, язык, язык, естественно, отражает суть знаний коридоров, которые, как вы знаете, целостные, комплексные, высокоинтегрированы, они вместе с теми детализированы, вот, очень интересно, да, насколько, как вы получаете, разные характеристики, но вместе соединяются вот в этом, в этой системе знаний, которые, конечно, как мы знаем, отлично, той, которую мы часто используем другими отекствами, они также, честно, связаны с биографическими процессами, да, в которых живут керечные народы, и заключаются знания анатомии, поведения, для обитания животных и растений, да, и также экспертное понимание планшафта, или динамики, и так далее, это просто пример, но самое-то основное, еще раз повторяю, что язык, это источник знания для устойчивости, да, это, опять же, компонент, индикатор, и источник, и вот поэтому, мне кажется, и язык играет как центральную роль в устойчивом развитии и понимании источников. Ну, вот здесь вот Татьяна изобразила такую вот схема, нацепление числично на английском там есть, да, ну, то есть, вот язык, так сказать, в структуре, в структуре самых разнообразных элементов устойчивости играет, играет, конечно же, важнейшую роль, и, опять-таки, если мы и сынимем язык из этой системы, то ее уже просто не будет, да, вот как она тогда узнает, и устойчивость, собственно говоря, ее будет равна абсолютно, да, она будет отсутствовать. Ну, вот, опять-таки, здесь несколько элементов, каким образом, каким образом язык является, да, частью социал-культурного благосостояния благополучия общества, да, то есть, есть целый ряд важнейших элементов, которые, которые здесь обозначены, да, опять-таки, повторяю, я, как раз, я вам уже сказал, социальный кондикатор в два раза социальный кондикатор используется в качестве мерила, мерила благополучия. Так, ну, еще раз скажу немножечко про ту мысль о реколонизации, да, ведь мы должны помнить, и опять-таки, обращаясь и ко всем ученым, и ко представителям Горьима Молочистов, это наше общее дело, чтобы создать концепцию устойчивого языка, которая работает правильно. Прежде всего, прежде всего, есть, надо идти о нашем признании взаимном, да, о том, что есть разные виды устойчивости, да, есть блюрализм этого, да, то есть, концепция местной кооплитации устойчивого языка это совсем разнообразно, и не должны какую-то нормативную концепцию сверху спускать. Язык, как и с этим знанием и информационный код для вот этого понимания устойчивости, да, она создает как раз основу для формирования специализированных подходов к устойчивости, а мы должны делать все детализировано и с учетом обучаться, народом и вообще на самом деле местными сообществами, скажем так. язык, естественно, неотъемлемая часть, опять-таки, это очень плохая программа, каким образом он должен тоже это ползать. Но, опять-таки, это все идет именно на фундаментах, на тех, кто создает политику устойчивого развития. Вот тут я вам покажу сейчас цели устойчивого развития вам всем хорошо известны, наверное, да, 17 наших друзья клоу разработали. Вот к ним еще есть дополнительные ряд, которые мы тут очень часто упоминаем. Язык, язык, на самом деле, нигде, как следует, неупонят. Ни в 17-й, ни в 5-й, которые артические. А вместе с тем он должен там как раз как следует прослеживаться. То есть, когда мы, опять-таки, при обменении системы ООН для политики устойчивого развития на местах, можно иметь в виду, что во всех этих целях мы должны таким образом учитывать роль языка. Вот здесь Татьяна попыталась это сделать, это рассчитывать не будет. То есть, каждой из целей можно, опять-таки, насмотреть, каким образом язык может быть частью тех результатов и тех задач, которые ставятся по этим целям устойчивого развития. Вместе с тем, когда мы говорим о 17-е или 22-е, очень трудно, конечно, всегда все разрабатывать вместе. И могут складываться вот такие вот ситуации. Я здесь вспомнил вчера свое исследование по Ионии Виаболы, это стеревная канавида, и там мы как раз рассматривали динамику социальных конечных процессов. И вот есть интересно, здесь получается, что с увеличением благосостояния как раз наблюдалась какая-то негативная тенденция в обладении языков. Устойчивое развитие должно сбалансировать этот балансированный развитие, но и сами концепции его тоже должны сбалансировать. Опять-таки, если у нас программа, которая с искусством осуществления сопроизводства знания устойчивости, это как раз путь деколонизации устойчивого развития, который нам необходимо, иначе они не будут работать, это индикаторы содержателения этого развития, и интеграция языка должна быть в арктических целях устойчивого развития ООН, это одна из важных задач, без разрешения которой мы на самом деле работать успешнее можем, и отлично это на самом деле сейчас этим не заниматься. Спасибо.